В Люберцах прошла приемка работ по капитальному ремонту домов. В ней приняли участие представители фонда капремонта, сотрудники управляющих компаний и общественники. Напомним, в этом году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городском округе Люберца было включено 182 дома. У нас есть такая карта колористическая. Мы выходим к жителям на собрание, предлагаем им, показываем им эту карту, делаем 2-3 варианта. Красивый обновленный фасад выдержан в едином стиле с архитектурным обликом города. Такой реконструкции у дома на колораж еще не было. Высотка 70-х годов постройки преобразилась за месяц. В капитальный ремонт здесь включили еще и балконные плиты. Очистка плиты идет, затем идет штукатурка плиты и затем уже комплекс по окраске ее цвет. Ну, соответственно, входные группы также входили в работу. Значит, ремонт осуществлялся входного козырька и окраска самой входной группы. Все работы предварительно согласовывались с жителями. Выполнением капитального ремонта люберчане остались полностью довольны. Ведь теперь фасад не только красивый, но и утепленный, а делан специальным материалом. Стало очень тепло. И хочу отдельно сказать большое спасибо за оперативность, за слаженность, за внимание и за понимание. Большое спасибо, потому что работы велись очень тихо. В комиссию по приемке домов вошли представители фонда капремонта, стройнодзора, ассоциации МКД, подрядная организация, администрация, а также депутаты Мособлдумы и, конечно, люберчане. Ведь доволен должен быть в итоге сам конечный потребитель. Проверяющие сделали фактические замеры, проинспектировав выполненные работы, оценили их высоко. В городском округе Люберц выполнено 50% региональной программы по 2017 году. Все работы должны быть завершены до 31-го, 12-го, 17-го года. ЛГЖТ, подрядчик нам гарантирует, что работы даже будут выполнены ранее положенного срока. Поэтому работы идут быстро, качественно, слаженно. Из 182 домов, которые должны были капитально отремонтировать в городском округе в этом году, подрядная организация ЛГЖТ сделает 40 объектов. Приведут в порядок не только фасады, но и инженерные сети, лифты и многое другое. К примеру, на поселке Калинино в доме 46 положили почти 2000 квадратных метров мягкой кровли. Отремонтировали все прилегающие крыши помещения. Установлен новый колпак, для того, чтобы туда, соответственно, не попадал мусор и так далее. Также обшиты металлом и установлены новые коробки, двери выхода на кровлю. Немножечко задержали сроки из-за погодных условий, но самое важное, что не было протечек и ни одна квартира не пострадала. Но мне кажется, еще одно важное замечание – это наши жители, которые действительно рассказывают и показывают все выполненные работы, претензий у них нет. По окончании инспекции члены комиссии подписали акты приемки работ, а в скором времени проверка выполнения капитального ремонта коснется и других городов Московской области. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.